И до конца этого года обязательно подам в отставку. Юра, ты уже пообщался тут с некоторыми людьми, участниками форума. Что-то уже вынес до себя? Первое. Так же, как ты, я услышал о том, что в Донецке все-таки есть украинское телевидение и радио. К сожалению, из-за сложности рельефа, оно есть не во всем Донецке. И те мощности, которыми мы можем давить Краматорско-Славянско, это, конечно, по сравнению с тем, что может давать Донецкая вышка, которая сейчас захвачена ими. Это, конечно, несравнимая вещь. Но, тем не менее, голос украинских медиа, он слышал на Донецке. И слава богу, что наконец-то и ты это тоже услышала. Ну, вчера у Шостера военный говорил о том, что все равно весь Донецк, по его мнению, объят российскими телеканалами. Ну, это небольшая тайна. И он говорил, да. И он говорил, что почему наши не разбомбят их вышки? Мы знаем, что многие тоже считают, что надо разбомбить вышку их там, да, или сколько их, и все. Вот почему мы этого не делаем? Ну, во-первых, потому что существует опасность того, что там находятся люди. Люди, которые являются гражданами нашей самой страны. И понятно, что такое разбомбить вышку. Это кто-то должен взять ответственность за жизни людей, которые там находятся. Это люди, которые держат в заложниках. На случай, если у кого-то все-таки не хватит мозгов и начнут бить по кварталу не только со стороны Бэйби-Кофф, но и с нашей стороны. Еще раз говорю, это если вдруг у кого-то не хватит мозгов, принять такое решение. Ничего не оправдывает жертва людей, и такое тоже действие не оправдает. Поэтому я не думаю, что это там большая тайна. Есть листовки, есть логистика доставки туда, и наша пресса в том числе, и я думаю, что ты сейчас это тоже услышишь. Есть этого мало, очевидно, потому что риск сумасшедший для людей, которые это перевозят. Сейчас нет, потому что этим занималось, выпуском этой газеты занималось много людей, которые сейчас мне помогают в реализации тех программ, которые сейчас стоят перед МИПом. И физически просто нет на это времени. Это те же люди, их не стало ни больше, ни меньше. Поэтому сейчас физически это невозможно. Где-то месяц, да, по-моему, два. Ну, плюс-минус, это так, как мы ее перестали выпускать. Во-первых, во-вторых, просто это все дело за деньги моей супруги, вашей коллеги. Соответственно, эти деньги очень сильно подыстощились. Ну, это война, война информационная идет каждый день. Ее не выиграть за полдня только лишь потому, что этого хочется. Это война, которая сейчас происходит, которую называют гибридной. Она точно так же имеет только гибридное решение этой проблемы. И это и военный, и дипломатический путь, и путь развенчивания фейков, и путь каждодневной попытки донести информацию до людей, которые там живут. Чего не хватает в этих попытках? Знаешь, вот я не считаю, что мы сейчас должны думать о том, чего нам не хватает. Я считаю, что мы должны думать о том, что мы должны сделать для людей, которые остались там, чтобы они были нашими вип-агитаторами. Вот этого желания, чтобы мы жили вместе. Потому что я отдаю себе отчет, что там много патриотов. Но я отдаю себе отчет в том, что там много людей, которым все равно, кто будет. Украина, Россия, Леонарь или ДНР. Мы должны их убедить, что не все равно. А исключительно только лишь тем, что эта страна когда-нибудь перестанет быть словосочетанием страна-коррупция. И когда здесь зарплата и качество жизни будет лучше, чем там, это единственный путь, который очень быстро обернет ту часть населения в информационное пространство страны, где они поймут, что здесь лучше. Люди думают желудком. И мы можем сколько угодно говорить, потому что да, там надо, чтобы больше каналов вещало, хотя тут точно так же понимают, что это сумасшедшие на самом деле усилия нужны для того, чтобы там вернуть вещание. Но, тем не менее, если мы здесь наладим нормальную жизнь, если страна начнет вылазить с колен, и здесь каждый чиновник перестанет брать деньги, ну ладно, пусть хотя бы через одного. Если будет повышаться качество жизни здесь, то это самый лучший способ вернуть их сюда. Мы вчера на шоу Шустеровы тоже были там и военные, и жители. И вот они говорили, что буквально видели своими глазами, когда вот начиналась массированная пропагандистская компания российская, прямо городами там вот ты это рассказывал, да? Весь город вдруг встал и раз стал просто сепаратистским. То есть влияние пропаганды все равно огромное. Вот что можно противопоставить? Ну, во-первых, наконец, нам с тобой договориться, что мы с тобой не враги. Это как минимум. Потому что ты тоже понимаешь, что влияние пропаганды, оно огромное. И слава богу, что это наконец-то озвучило. Это очень важно. Во-вторых, нужно понимать, что... Я точно так же, как и ты, знаю, что лучшая контрпропаганда – это правда. Но только нужны инструменты донесения этой информации. И я точно так же, как ты, знаю, что информационная безопасность страны – это обязательство государства, которое должно его выполнять. Поэтому и создан этот орган. Поэтому мы должны это сделать. Поэтому мы это сделаем. И поэтому, Наташа, я обязательно выполню эту миссию. До конца этого года обязательно подам вот ставку. Ты и это тоже хотела сегодня услышать? Боже, скажи мне, пожалуйста, у меня, например, другое рассказываешь. Давай. У меня выстраивается вертикальная цензура. Кем тогда? Тобой. Мною лично. Что телеканалы, менеджеры телеканала входят к тебе, ВАП, Ишувала, Питкаченко и все. Что есть список экспертов, которых рекомендую... А можно список этот увидеть? Ты как никто, как журналист с сумасшедшим опытом и стажем, знаешь, что любой журналист, если он работает по стандартам, он должен проверить информацию с разных источников. Помимо этого, он должен, да, помимо этого, он должен предоставить информацию тебе, как коллеге. А есть такой список экспертов? А есть хотя бы одна электронная рассылка или какая-то скан-копия, или может быть просто какая-то фотография подобных рассылок? А лично тебе звонил Саша Ткаченко и говорил, что-нибудь писать хорошее или плохое про меня? Вот эти ответы на вопросы. Но это полная пурга. То есть я не буду сейчас говорить такие красивые истории, типа, что это тоже какая-то там пропаганда, работа на руку России. Нет, не буду говорить. Это чистая глупость, идиотизм. В этой стране вернуться к жизни, когда не будет свободы слова, просто невозможно. Это невозможно, и нужно это понимать. И поэтому любое создание любого органа власти, какое бы оно ни было, генпрокуратура или министерство информационной политики, оно никаким образом не может влиять на желание журналиста работать честно или нет. Вот кто на Скрипина может повлиять? Вот он как был Скрипином, так и останется. А с каждым днем журналистов, которые просто не будут работать вне стандартной профессии, становится все больше и больше. Ты тоже это знаешь. Ты же прекрасно помнишь, как это было в 2002-м и как это сейчас. Поэтому, ну, Ткащенко я видел последний раз, я тебе скажу, ну, дай бог, может быть, полгода назад, в лучшем случае. Говорил с ним по телефону, он тоже где-то так же. Если ты говоришь про Ткащенко, что там с экспертными списками, ну, покажи мне, тоже интересно. Я там тоже, наверное, вхожу в этот список тех, кого не зовут. Правда же? Мне лишний раз говорит, что какая-нибудь рассылка в электронном виде, которая кем-нибудь будет придумана и будет рассылаться через секунду, будет передана представителям ОБСЕ Стопцензуры или лично Наташей Лигачевой и тут же будет опубликована в Фейсбуке или Твиттере. Вот мне это нужно говорить. Ну, понятно, что любой человек, который сейчас, не дай бог, сойдет с ума и начнет заниматься там темноком и свитлоком или еще какой-нибудь другой пургой, он тут же будет рассекречен и тут же его эта переписка или его какие-то там возможные истязания себя по поводу того, что кого-то показывается, кого-то нет, тут же будут опубликованы. Поэтому ни один умный человек этого делать не будет. А надеюсь, что, в общем-то, глупые в этой профессии журналистики себя уже исчерпали. Даже если бы такие рассылки могли бы быть, то ни один умный журналист никогда в этой стране больше не будет ими пользоваться. Как часто Порошенко общается с топ-менеджером на телеканале? Не знаю, я, правда, последних 4 месяца благодаря тебе тоже очень редко его вижу. Скажи мне, пожалуйста. Очень редко. Я даже не видел его в день, когда было послание парламента его. У меня не было в парламенте. А что происходит сейчас с вашей системой информационной безопасности? Мы обещали, что до 30 мая мы презентуем концепцию информационной безопасности, как законопроект мы это сделали. Экспертный совет, ну, очень, там, мега-крутые ребята, ну, просто мега-крутые. Они работали действительно очень круто, наработали хороший документ. Он есть, он сейчас проходит экспертную оценку. Мы попросили, чтобы его посмотрело ОБСЕ. Мы хотим, чтобы его посмотрели все наши партнеры. И там речь не только о неурядовых организациях. И после этого мы хотим проехать все области и провести круглые столы, чтобы услышать, что говорят по этому поводу и медиа-эксперты, и эксперты в системе информационной безопасности там. И когда мы соберем все эти мысли, то мы этот документ передадим в парламент. И, как я говорил, дорожная карта со всеми датами будет выполнена, срок, и к 1 сентября этот документ будет в Верховном Совете. В экспертный совет тоже входят и Вика Сюмар, и Иван Винник. Это представители двух профильных комитетов нашего министерства нацбезопасности и обороны, и свободы слова информационной политики. И я надеюсь, что их комитеты, ввиду того, что они тоже были участниками процесса создания этого документа, их комитеты быстро рассмотрят эти документы, и мы получим голоса в зале, чтобы это стало законом. Документ документом, окей. В этом была миссия и функция экспертного сайта. Без документа. Вот что ты считаешь сейчас не хватает? Инструментария, не более того. Слушай, ну вот что не хватает журналистам? Журналистам не хватает понимания, что вот тот страх, который сейчас остался, что в стране может вернуться цензура или свобода слова, он должен пропасть. По одной простой причине, что это невозможно, потому что в глобальном мире, где есть интернет, просто невозможно. Соответственно, что не хватает журналистам? Понимание, что возврата не будет к прошлому только лишь потому, что убегать некому и некуда. И никто не будет заниматься глупостями. А что не хватает власти? Это какого-то инструмента, который бы был произведен, я имею в виду документов, законов, который был бы произведен вместе с обществом, который бы регулировал отношения и ставил четкую грань между тем, что такое свобода слова и тем, что такое информационно-безопасность страны. И поэтому создана эта экспертная комиссия, куда входят медиа-юристы и журналисты, которые говорят, нет, нет, вот здесь вы заходите на территорию журналистики, а здесь да, да, это касается информационной безопасности. Вот если бы у нас были бы эти инструменты все это время, если бы они работали, то у нас бы не было споров, нужно, там, не нужно, наступаем мы, там, на свободу слова не наступаем, атакуем, там, обороняемся. Этих всех разговоров не было бы. Но что делать с цензурой собственника? Мы видим, что собственника... Еще раз, документы, законы. Я буду предлагать изменения в закон, который регулирует права редакционного совета. Я буду предлагать парламенту принять законопроект, коим будет обозначено, что 75% коллектива должна быть представлена в редакционном совете, а не, как сейчас, 50 на 50. Потому что, на самом деле, когда 50 на 50, то мы понимаем, что редакционный совет, он ограничен в правах, он по факту подконтролен менеджменту, а значит и собственнику. Есть очень много наработок, которые вот сейчас станут законопроектами, и к осени мы их дадим парламенту. А парламент сейчас, ну, именно тот, который примет эти законы, слава богу. Ну, я очень надеюсь, что до этого времени коалиция у меня распадется, и все будет хорошо. Окей, спасибо. Не мучь меня. Да, Легачева уже все, истерзала меня.